всем привет дорогие друзья подписчики и гости канала имгеймс с вами андрей браскей и сергей габриэль бельмонт и мы продолжаем играть в резидента l4 hd на playstation 4 присоединяйтесь будем очень рады вашей компании я думал кусают эти летучие мыши не кусают за жопу я прошел раз я тут клацал в конце видео но я так думаю главное не сделать каких-нибудь действий которые ты потом не сможешь исправить нормально это можно продать корону корона корону сменять туда я их пытался резать ну да ну да ну и получалось но всех перебить не получалось до а мы не будем я тоже думаю что я совершал не совсем правильные действия когда пытался перелезать всех летучих мышей ножом поэтому видео заканчивалась так очень достойно победой над летучими мышами но хотели ну возможно не победой попыткой как как минимум попытка а вот да злой дядька и сразу надо зайти собрать собрать Вспоминаю я только что, ну, вспоминаю я об этом не часто, но вот только что мысль пришла. Все-таки Алан Вейк хорошая игра. Я знаю, что ты не совсем со мной согласен, вот, но я очень был под впечатлением. Мне понравилась и картинка, и Алан Вейк меня больше впечатлил, чем тот же Quantum Rig. Вот, ну, это я просто по последним играм Remedy, ну, мне казалось, Quantum Rig будет вообще, типа, там, супер-игрой, но она неплохая, как бы, я считаю, очень, там, интересный сюжет. Идея сама, вот, ихняя, как бы, стиль, сериал и игра, ну, мне это нравилось. Но в Алан Вейке все равно мне больше зашло. Я перед выходом игры смотрел вот эти сериалы, там, по-моему, 5, там, или, ну, около, там, до 10 серий они что-то выпустили. Такие, они минут, там, по 5, может быть, шли, знаешь, как видео, то есть о том, как предыстория. И я так с удовольствием их посмотрел, потом эту игру купил, у меня тогда был Xbox, и прям, ну, что там, что там скрывать, купил. Записал на болганку, как надо, потому что сделал правильную картинку, сделал на втором диске сериалы вот эти, ну, подошел ответственно. Потому что у нас в магазине продавался Алан Вейк, а сзади было два скриншота из игры. Так вот, было два скриншота из игры, и один из них был с первого Uncharted, да? Ну, ты понимаешь о качестве издания, которое у нас было предоставлено? Да, на одном скриншоте Алан Вейк, а на втором Дрейк, короче. И было написано «Охота на убийцу», ну, ты понял, в переводе Алан Вейк переводилось как «Охота», там что-то такое. В общем, и поэтому я сам записал болванку, сделал накатку эту, у меня был диск Printable, вот. Сделал картинку правильную на втором диске, туда сериал, и просто эту игру, как от начала до конца, я в нее очень прям играл, мне нравилось. И на тот момент мне просто не хватало того же Silent Hill, знаешь, и Алан Вейк вот заменил, потому что Silent, который вышел, ну, я считаю, был он не таким, не таким, как он должен был. А вот с тем временем, это правая рука этого, да, Салазара. Вот эти, кстати, баллоны, баллоны вот эти, в пятой части, помнишь, тоже там подобное, что-то в самом начале игры. Ну, так-то просто. Бот, серьезно. Ну, выглядит он устрашающе. Это, это что-то, помесь чужого с человеком. С хищника, с хищником. Вот, молодец. Это что-то произошло. Ой-ой-ой-ой. Это, нажми, нажми, нажми. Меня нужно... На хлопку. Не пугай меня, Серега. Я тебя пугаю, а не он. Меня все пугает. И ты, и он, и баллон этот, и надпись, вот эта квадратка, это пишет, но ковер. Да, страшно, фигня, а ты уже с лазером. Помни с хищника, с чужой, если я понял. Могу понять, что в этих баллонах нет или что? А, ну, а, ну, я имел в углу, азот, и сказал, почему-то лед. Что, я хотел сказать, это на азот, почему он в лед? Я думал, это просто газовый баллон. Ну, а кнопочку нажать мне не дают, да? Почему не потяну, а может быть, это, да, у них нет. Ты знаешь, что я хотел спросить? Я не помню, его, это его надо убежать, его победить, да, или что? Да, на первом прохождении его, это что-то невероятно победить. А, понял. Что такое, я не знаю, что такое. Что-то вот так вот, ага, теперь отбитаю. Да, отбитаю. Ну, нормально тут. Вовремя ты нажал кнопку квадрат, засчитали как за уклонение. А, может быть, тут больше, может, двое. Вот, нет, я говорю, там же было в площадке, когда два. А ты, да, гоня, 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 гоня. Поправляй. Потому что ты меня засталкаешь, нервничайся, Серега, он тебе много птичек. Вот это вот, когда в дверях остановится, совсем нехуякно. Гоня, гоня, гоня. А, может ли, ты что, но нехуякно? Творит он беспредел. Он не стреляет, стреляет. Слушай. Да ты что? А что с ним? Я не знаю. Ты меня спрашиваешь? Я просто реально, я вообще не помню этого противника. Откуда он взялся? надо до конца сходом с нажатием кнопок направо и я уже везде он Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 2 серёга все пропало вот это ты даешь вот это жару один ушел я просто хочу ты на вас никто не нападает да я просто не знаю но я нервничаю мне хочется получилось нервный я просто еще то есть шли шли не застрели о эффекты же три штуки бабка ты чё да ну круто таки дамок максимально обоимой ситуации я задаюсь этим вопросом постоянно в конце в них вообще там попасть все андрюха я просто смотрю сколько там воды стекает с ладони реально мокрые руки хотя я даже джойстик не держу в руках просто у меня истерик серёга положил всех это надо еще разок или уже все получены фигурки поняла машина ну давай показывай что там наградили второй ряд начал вот этот пустой это ты у меня спрашивает ладно потом в последнем добьем все ну как как скажешь давай покажешь открыли я даже не видел что там ряд я только что где это полигоны до модельку конечно прикольный мудрый мудрый парни металлическими черепами конечно блин это вообще дельная история варят ладно сильно не будем тут заморачиваться мы не станем вот кинка а смотри мы винтовку уже на масса сделали скорость перезарядки револьвера не хочешь увеличить за полторушку которая 15000 автомата чё-то 9 точно мы записываем да нет по ну да ладно за сейвись еще разу потому что этот парень фигурки я и нервничаю когда мы не сейвимся о это шахта вспомнил локацию тату тата еще нам встретил ну я так может быть может быть или играть потом заду тоже придется в этой локации да потому что нам тут и встретиться она сейчас леону по моему и поможет нет но я я явишься беру это про пройденная игра очень давно было мной поэтому поэтому многое я как по новому нужно но как первый раз вот на возвращаясь к разговору о бое который будет с этим спецназовцам который в красный берете это сцена но очень круто сделано ну и так вот дядька хотя а теперь в нем 25 патронов вот это уже ну 25 патронов в обои а он и кстати я играю в этот дай так я там поназывал всех но нашими именами там у меня там гриша егор боря это такое команда и и девчонки тоже там надо будет там еще остапом может кого-то развиваться ну есть у меня давно я пока только добавляю холодильник еще не заполнен так что вакантные места есть и имен как бы хватает прикинь так спотыкнулся разорвало просто лицом по металлическим для него типа не дадим ой-ой-ой-ой-ой вот это было опасно ты видишь парень вообще не хотел ввязываться с тобой был не конфликтный он тебе стоял он делал вид что он тебя не заметил а ты взял ему затылок и выстрелил но не надо расстраивать так ли кто-то на это не да и но он видишь затылок прикрыл пакетом поэтому блин а что это такое тот уже там с пилой по моему наверх забрался его перезарядить там или револьвер или чем меня понял есть бонусы ты конечно выбрал вариант стать спиною к лестнице я не знаю правильно это было решение все он упомяна я хотел у тебя спросить почему ты не стреляешь в него когда он лежит на земле реально жуть это же нагоняет этот отрезание бензопилой когда я первый раз сыграл и ну точнее не я вот у товарища ему отрезали за кого я рассказывал эту историю он шоу наш кресло упал так вот тогда этот тип мне запомнился человеку головопакет я понял ты решил типам сделать обвал я хотел чтобы он до виз упал но так сейчас момент будет прикольный что у нас тут пистолет кстати револьвер у тебя есть перезарядить чем 3 патрона зарядим дробовик сразу потому что потому что будет сейчас не очень хорошо реально ничего не происходит но мне сыгодно я просто уже нервничает это знаешь как ожидания смерти их уже самой смерти вообще тут что-то будет я уже на панике это начнется у меня вообще дотот так тебя не зал такие их я поэтому ужасы и не граю летать и дай потому просто знаешь раньше было я играл там результат она не по стриме прекрасно понимаешь что ты сам как бы сам собою так сказать и сыгрой наедине Сейчас вот хоть даже, знаешь, стримишь И, например, кто-то присутствует на стриме Вот я там в Let's Die вечером играл Да, вчера Кто-то, знаешь, тебе уже не так, ты не сам А раньше вообще истерика Ну, знаешь Чувствуется, как будто ты не одинок Скажем так О! Гарни хлопцы Тут есть какой-то секрет, может, как-то там Да, могу попить Да, могу попить А двоих их нельзя было утопить? Нет Ну, не, ну, мало ли Не тупятся, они не влазят Упираются в друг друга плечами, да? Да, да, да А ногами на краях стоят Ну, понятно Аккуратно Что такое? К этому по спине можно будет забежать? Аккуратно, этот борода-то, смотри Зато он играет Какое-то Какое-то Чика себе, у него реально борода? Нет, нет, это у него полотенца на морду Я думал, это он на стайле Просто такое Она еще и болтается Так, а что, второго нельзя рычаг дернуть? Я вот Андрюха не помню Поймал тебя за ногу Да, смотри Воу-воу-воу-воу-воу Ты что вообще делаешь? Я? Да Да Нас нужно принимать А то что думать? Не, ну сейчас можем попробовать Надо попробовать Я уверен, что там первый уже сварился А надо второго Даже тут не сварился Не работает А А я не могу еще Ой-ой-ой-ой А если залезть наверх И сверху Струшивает Струшивает Ну он за счет Скачает вот эту хрень Блин Кстати, неâmut Не отсюда Да Ааааа Ха-ха Воообще По-детски Вот этот Удаш нэ да мотал да да видел видел бы начал раскачивать сейчас мы его жахнем главное попадать серёга я не мог тебя не подколоть это было на том все таки истометик это вообще до станет мимо мимо просто получилось насколько быстро все в молоко как сказал вы комментатор из фифа старейшего ножом ножом я уже разрезу надо просто было попадать сразу кнопку это чем первый да да не ну судя по тому как по продолжительности боя он сильно еще что спасает видишь пёс который волк да непонятно мы ему один выстрел с ружья будем делать резать не ну как как ты считаешь боли думал он ногой добыть давай давай там все агрессируют блин аптечки закончились не вон у тебя еще это баллон баллон с лечебным газом баллон дело в том что нам что-то делать по второму разу они не появятся надеюсь нет все тоже да хорошо что здесь нет распауна серьезно потому что по новой там убивать как-то можно было делать игры да и без распауна сейчас я вообще хотел знаешь дедрайзинг дедрайзинг 3 по моему хотелось бы чтоб там было и лимитированное количество например зомбаков что ты мог всех перебить знаешь вот начиная это было бы наверно прикольно то есть не так что они постоянно ну я не за 3 потому что все таки третий я не играл я точно этот момент вообще неприятно что а что делать да а вот во втором я помню там как как ты не бушу и все равно купить всех не получается это жалко жалко что их не лимитированное количество было бы прикольно например там 15 тысяч зомби и ты можешь их всех просто победить просто в каждой локации допустим было бы определенное количество например там 1 200 там во вторых 500 3 там 10 все зависит от того где ты находишься в какой нибудь супермаркет забежал там полторы тысячи ну ты мог бы всех вырезать это кстати на пистолет-пелемёрт ага еще такой плюс когда они в полете они убиваются почему то с первого выстрела любого оружия ага если он идет песком то он бессмертен да да ему надо повара шкаф где это сволочь ну ладно блин прям на больно бежим вот это бурга ага ага кхм кхм добавим ойо-ойё-ой-ой привиду это откуда обред комм как будет вообще бубо будет вообще бубо бубо 隆 а lotta Before x comforting дробо смезд classrooms Да, 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 подбирай же их скорее. Да у меня есть и в истерике, у меня уже пятки потеют тоже, не только ладони, ничего, прорвемся, то типа руки, потому что как будто ли он стреляет у меня, знаешь, знает, а это он еще и бежит, теперь и ноги, короче. Вот это эффект, глянь, и без всяких снова возвращаемся к этой технологии. Как оно там называется? Сулово тут столько. Ой. А, физикс, вот, физикс. О, у тебя круто, ты собрал. А они тут лимитированные или нет? Вот что это было. Лимит ли он по поры до времени? Потом опять появляются. Слушай, мне надо собрать все, потому что нам базуку надо будет взять. Мне кажется, ты уже мог убежать, пока ты целишься. Мог. Хинсей. Кстати, вчера же посмотрел игру, помню, с тобой разговаривали, что на первую сонку была игра Джики Чан. Да, да. Вот, мне она очень-то это нравилась. Да, и раз, да, ту, как там, край, ту Honor, Honor, Honor. Вот. Ну и вот этот Джики Чан, я помню, мне очень запомнился. Да, так я вчера узнал, что там использовалась озвучка, но по голосу было тогда, ну, слышно, что вроде как Джики Чан. Но там еще написано, что захват движений использовался, ну, скажите, было сказано там автором видео. Не знаю, стоит ли ему доверять на все 100%, но… Я про то, как он двигался. Не, ну, как он бегал во время игрового процесса, да, возможно, в заставках там использовалось, потому что там он и через столы прыгал, и в окна выпрыгивал, и, возможно, ну… Ну, в заставках может быть. Да, вот я тоже думаю, что там, возможно… Хотя, ну, судя с тем уровнем картинки, который там… Тяжело в это поверить, но… Может быть, так оно и было. Вот. А то просто… Вот этот… Что-то попался мне это видео, а еще я смотрел там… Джики Чана команда поздравляла там его, типа, все вот эти каскадеры, там рассказывали о том, как они… Как он изменил их жизнь, понял? Они там, он там, типа, с ним уже там 30 лет работал, если не 50, они там говорили, что такое… И, мол, типа… Благодаря ему наша жизнь там целая его вышла, там, отряд такой, типа, людей, которые с ним работают. Ну, было прикольно. И как раз вот это вот одно видео к другому. Так вот, интересно, в резиденте четвертом захват движения использовался? Не знаю. Ну, в принципе… Capcom, по-моему, с Devil May Cry начинали. Опа, слышишь, это что-то… Пизанская падающая башня тут… Обнаружена… Так… Где тут… Какая офигенная локация… Ага… Опа… 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 вот соберем патрончиков сейчас потратили все на этих здоровых возьмут лестницам наверх я тут бы по находить аптечек 10 а гранаты кстати передать привет то есть но здесь приветы можно только со снайперки потом передать ну давай делай как ты считаешь ты думаешь все таки эту может ее надо было сэкономить наоборот сэкономить ну да сэкономить сэкономим тогда ладно то я вообще но я ж не знаю что ты вот это бегаешь туда-сюда нет чтобы полгала не помню ну так я думаю что ты полезу наверх за гранатой он улун фанаси роутом серьезное дело сэкономили сэкономили самое главное что ты думаешь что в фильме? ааа сэкономили сэкономили я не знаю как сэкономили я не знаю что я не знаю я не знаю я не знаю это не знаю ого вот это я отвлекся глаза отвел на планшет тут уже все лежат просто берега не теряет ни секунды да ну топориком меня замене ну ладно это кстати но не насмерть самое главное это я знаю что вспоминаю в игре фонар я все жаловался вот я играл в збт в бот и что за что за будет в открытую закрытую бету и получается какая штука там бегает такой типс или баба я не помню с копьем и он колет тебя и у тебя кровотечение но получается и ты можешь даже победить врага но если у тебя немного жизни осталось у тебя действует это кратил кровотечение несколько секунд и ты тоже помираешь и самое были обидные такие моменты когда ты например его забил ты бежишь там рядом быстрее на базу где за на захваченных точках можно восстанавливать здоровье пытаясь падаю например и вижу что того типа уже с его команды поняла же оживили а я вижу там и думать так вот и я все задавался вопросом ты жаришь топорик и за поликом зацепили а я играл за викинга там огромная такая махина для убийства с таким именно там топорище у него просто там не топора топорище и он просто бьет с размаха и так попадает обычно так в плечо там я я все задавал вопрос мне интересно начать у этого парня с дрыном который с длинным когда он тебя бьет у тебя открывается кровотечение а когда ты вот топором просто дам туда в реально там такой размах он там должен пополам распадаться то есть в этот момент кровотечение начать у противника не открывается ну здесь надо было как-то тогда на какие-то удары определенные тогда и тому же викингу поставить ну знаешь как от кровотечения да получается ну реально они такие с копьями и бессилили меня больше всего это я считал читерский боец потому что но потом конечно и не потратил все греха не расскажет нет 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 я не расскажу ну ладно вместо у нас самое главное собирал на этот на рпг и потратил до потратил что это это пустой высохший колодец сразу перезарядимся чего там было написано про леона ты так быстро пролистнул я даже не успел пробежаться глазами по строчке ты что я медленно там ну это какая-то сюжетная там история то есть это подсказка или просто для побольше погружения в атмосферу игры то есть для большего походу и волк это что значит я просто текста столько да что то есть для какой какой был ответ точнее какой был комментарий был уверен но я сербиками короче для погружения погружу для погружения до хороших вправо вправо тип что ну вот он да ну как когда ты одеваешь один наушник просто серёга опишу но и для оба я поэтому и громче говорю понял потому что у меня музыка лупит и мой голос сильнее слышно ты бы может тоже последовал совету и тогда будешь и слышать с какой стороны враг и цифер приближает что справа в левом ухе наушник что справа тип справа вот у тебя топором он и угостил а вон он там в окне видел то этот с бензопилой а вот это ну лишь справа летит слышно да о слева с бензопилой друг там слева реально он не возле тебя там не спускается все просто я реально нервничал ух ты даже капкану выпало они выпадают но это решили тебе немного помочь с товарищем у которого бензопила не того товарища мы будем по-другому по-другому покупки не не см см займем позиции а он получится за будет упираться постоянно мешок видно ему мешает увидеть и где лестница находится отлично я думаю почему-то капканы не убираешь я думаю сейчас он спустится будешь бегать а ты решил тактическое решение применить как вы как он выносливый так ты саму не в голову в бензопилу попадаешь поэтому я ее уже почти на максимум прокачал что-то бензопила а их там была по-моему не знаю тут бензопила уехала ты не взял ты не взял золотую траву ребята пошли вон они там четвером эту лестницу уставили а ты один ее столкнул как говорится ломать не строить вот это серёга команфор страту тебе пишет привет привет рады что ты заглянул к нам на стримчик драту тих раз у всех это ты о нем и говорим что второй ты бы близко к нему спиной не стоял повернуть я вообще к нему стоять не буду я просто возьму тут траву и уйду смотри чтоб дверь ты когда открывал он тебя все я понял я думал он будет дверью так открывать ногою как обычно а там лень ящик блин придется их мочить ха 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 ну мне кажется это не такая проблема там выстрелить там четыре раза из дробовика ладно хотелось просто сэкономить блин да что ты и я неправильно произношу это слово или просто тебе это слово так именно понравилось сэкономить ну сэкономить буду так именно произносить ты видишь скрипт а точно нельзя попасть не просто мне казалось ты немного промахнулся там сантиметров на 20 нет я не промахнулся я не промахнулся я не промахнулся да это довожу серега то что ты мне доводишь то что ты попал это не значит что ты попал ну ты же видел я попал но я живу тебе все куплено как обычно вот это вот в играх ты да можешь стрелять все равно попадешь и даже да это нет такс сейчас у нас будут по катушке не серьезно не чуть может на было ближе подойти друг его не мог за руку схватишь это знаешь когда он типа стоит нормально когда он падает он даже не сопротивляется уже падение на руки поставить на на просто так вот но я уже падаю деваться мне некуда буду падать на голову что делать а тут решил под вагон она хотела поднять друзей с рельсу и утащить их беды не случилось много а если ты не не сбиваешь планку то можно под нею присесть да да ох ты оставил самолаб не 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 ты ему не давай дойти до твоего вагона серёга никуда он не дойдет просто с него возьмем прям в вагон ну ладно ты опять залез я не знаю что залез по этому поводу сказать я ничего не говорил что тут у тебя патроны на дуны заводить даже не стоит аххахаха аккуратно порежешься вагон Американские ноги. Сейчас доской бы его... А, он хороший остаётся. Я понял. Блин, как холодной рукой. Леон, бросай ружьё. Бросай дроба, что еще нет. Бросай. Интересно, какую оценку выставили резиденту на то время? По-моему, в стране 9,5. Я просто вот думаю. Сейчас играм ставят десяточки. Знаешь, самолётикам. Над балды. А таким проектам, которые реально люди похотели... 8, знаешь там... Ну, как? Ну, раньше хороших игр выходило много. Конкуренция была большая. И жёстче относились, по-моему. Жертву ты там принесёшь? Нет, просят. Да. Так, и... Что нам расскажет Википедия? Кстати, вот тут идёт речь о портированной версии для PlayStation 2. А ещё была версия для Zibo. Для чего? Zibo. А шо такое? Издание для консолей Zibo было разработано компанией IdeaWorks 3D. Официально было предоставлено 11 августа 2009 года. Версия была названа... Zibo Edition? Resident Evil 4, Zibo Edition. А что же за приставка? Для скачивания в сети Zibo.net. Она стала доступна в марте 2009-го. Дата совпала с запуском консолей в Бразилии. Издание разработано с использованием Qualcomm Blue и содержит защиту от пиратства. Да я, честно говоря, сам не знаю, что такое Zibo. Но есть вот такой вот момент. Потом для Xbox 360, Resident Evil 4, Ultimate HD Edition, для ПК и так далее. А, да, вот отзывы и популярность нашёл. Давай сейчас я оценочки хочу зачитать. Рецензии и награды. Вот такой. Вот такой. Для ПК, кстати, почему-то ниже. Game Ranking. Давай, вот, Metacritics. Metacritic, все знают. GameCube, 96 из 100. Смотри, прикол. Отзывов, ну. Пока здесь стою. Да, да. Стреляю. Ничего не работает. Хотя лазерно вводится. Надо зайти сюда. Отпустятся мусы. И только тогда этот тундлер начинает действовать. Так запланировано. Короче, на Metacritic она 96 из 100 получила, что неплохо. ПК-версия 76 из 100. Плейстейшн 2 96 из 100. PS3 84. Ну, то есть, видишь, версии... Они посчитали, что версии для консолей предыдущего поколения, на тот момент, когда она выходила, они были кипучего. Вот. Немного занизили. По 10 баллов. Сняли, грубо говоря. Ну, я что не уверен. Эту версию оценили, допустим, в 2002 видишь одинаково, что PM2, что PM2, что PM2. Да, да. На тот момент просто много выходило таких неплохих проектов. И жестче эффективно. Сценки, я помню, многим крутым проектам занижали. Ну, вот, что касается издания, да, гейм-рэнкинг. Рэнкинг то же самое. 95 из 7. В общем, оценки приблизительно то же самое. Там сотни небольшие различия, но в целом, то есть, как и на метакритике. IGN 9.8 из 10. GameCube APK 7.7. Ну да, я, кстати, слышал, что PC-версия была реально раскритикована. Я помню, там многих не хватало даже эффектов травы. Вот это не было. Да, все вывезли. Она паркировалась с версии PlayStation 2, которая уже изначально была хуже. И повырезали еще больше. Или адаптировали, вот так, это шики. Ubisoft, кстати, фортом занимались, по-моему. Ну, не знаю. По Митсу 38 из 40, где-нибудь 9 из 10. Но это все в GameCube. Ага, Nintendo Power 10 из 10. Ну, чтобы журнал, который принадлежит Nintendo, не поставил эксклюзивы. Ну, это ж на GameCube оценивали. Изначально, да. Ну, в целом, в целом, оценки высокие, как они и должны быть. Что, конечно, порадовало. В основном, я смотрю, под критику попала ПК-версия. 7,8 из 10, и 7,7 из 10. То есть, такое. КС-2, 9, и 3. И 9, и 5. Ну, то есть, да, практически все 10 баллов. Но игра, действительно, заслуживает такую оценку. И я вот, очередной раз, сейчас мы играем, проходим. Я просто еще раз убеждаюсь, насколько крутой проект. Может быть, в современных... Для своего времени это был вообще... Вот, для своего времени она была потрясающей. Сейчас, может быть, некоторые моменты... Ну, с оглядкой на текущую игровую индустрию уже не смотрятся так круто. Есть какие-то моменты, в которых, ну, есть вопросы. То есть, как, ну... Может быть, что-то слишком... Танцы, танцы. Может быть, что-то слишком фантастичное. Знаешь, ну, то есть, такое... На тот момент... Зато играется она лучше... Многие игры... Играется... Потому что я... Ну, многие игры просто... Современные игры не хочется поиграть. Не хочется ему в современные игры играть надевать. Уловой. Много очень я пропускаю. Да, ну... Потому что трешиком несет. Не, есть такой, есть. Есть такая тенденция, что показывают... Картинка... Не то, что показывают. Просто картинка... Ну, меня не купишь. Вот, знаешь, там... Современные игры я ко многим отношусь... Как? Сейчас почти любая игра смотрится красиво. То есть, лучше вот этого, да? Угу. Понятно. То есть, хотя я с удовольствием играю в свои любимые проекты. Даже в игры с первой PlayStation. То есть... Были какие-то люди, которые сами от этого перлись. А не было это все ради бабок. Ну, сейчас, конечно, по большей части конвейер. Немногие студии делают игры именно... Знаешь, как... Они какие-то стали, можно сказать, бездушными. Да, да. Нет душиных игры. Раньше игра прям чувствовалась... Какой подход, как... Ну, они закладывали в ней смысл. Сам игровой процесс был. Угу. Угу. Игровой процесс... Игровой процесс во всех играх. За счет того, что не могли показать шикарную картинку... Больше акцентрировалось внимание именно на игровом процессе. Да, и детали там какие-то... А сейчас, да. Я просто даже переигрывал... Вот. Я записывал только для YouTube Call of Duty Modern Warfare, да? Обновленная версия. Как она, блин, шикарно играется. Вот современную картинку сделали. А весь игровой процесс оставили тот, который один в один. Они даже падают. Так же они... Знаешь, даже есть те же... Ну, не то чтобы глюки, но те же такие нюансы, которые тогда казались... Блин, там ноги у него так загнули. Знаешь, это вызывало там... Типа там... Ну, такой... Типа... Ого, там не довели до ума. Знаешь, падают дела. Там ноги как-то не... В неестественных позах они замирают. Но, блин, она играется. Я просто ее проходил с огромнейшим удовольствием. И это просто потому, что они оставили именно тот геймплей, который был. Ничего не меняли. То есть полностью один в один. Единственное, что было поменяно... Это картинка. Просто на ее осовременели. Но все остальное осталось. И она играется. Я играл как... Как... Как в первый раз. Хотя до этого пройдено было 152 раз. Опять же. И тот же резидент. Переиграются, переиграются. Я столько, сколько проходил. Старый проект. Я ни одну новую игру столько не проходил. Сейчас, если есть возможность пройти цену, новую игру в два раза, это уже... Если у тебя появляется желание по второму разу перейти. Ну, хотя... Игры... Все равно есть. Мне очень нравится. Не, есть, есть. Но просто многие проекты, знаешь, они еще не вышли. Я уже смотрю, я понимаю. Я в это не хочу играть просто. Ты опять. Я хочу играть. Шамzing ритм, которую надо начать в этой церкви, она будет руковаться с потрясающими силами. Она сетит нам. Товеряй pick. Должна быть у нас. Идет этого не ритм. Это терроризм. Настоя есть слово популярное в этих дни? Не беспокойтесь. Мы приготовили специальный ритм для тебя. крутой поймал момент как раз уже руку зато там разглагольство сегодня этой рукой не надо махать руками вот это а нож у меня заберет со стены серьезно а он уже забрал вот я понял не круто круто сделано все равно вот еще раз повторюсь уже в предыдущих видео говорил новый резидент 7 шикарен но блин я не знаю мне вот прямо четвертый я такой хотел резидент и когда показали что седьмой будет от первого лица но не то я понимаю что игра должна там эволюционировать да ну расти но блин ну пусть она бы эволюционировала так например вот как анчарты есть 1 анчарты да потом есть 2 3 есть 4 и реально разница между всеми там тремя частями особенно она конечно заметно между там 1 и 2 и между там второй там 2 3 это скажем так они похожи заметно там между 2 и 4 то есть эволюция явно на лицо но блин но не стала шана от первого лица она не стала гонками знаешь как и наша игра давай должна эволюционировать вчера это был обитель зла приключения с исследованием даст загадками а завтра это стал хоккей даже такая эволюция тоже когда я конечно уже перебор но где не стоят рубильник молодцы они конечно с 7 резидент сделали хорошо но блин почему его было не сделайте от четвертого лица они боялись просто что ой от 4 3 лица это я о четвертом подумал просто резиденте но они боялись что он не сможет повторить наш 5 4 5 был там типа не зашел там 6 знаешь а кто им виноват они по выгоняли всех талантливых сюда на тот момент разработчиков с ними не смогли договориться и начали по их ним наработкам которые они делали удачные делать свое неудачное ну или оно еще заходило там до какого-то момента но потом тоже ну а потом просто поняли что не могут не могут дойдут как и сайлент хилл знаешь вот сайлент хилл боже какой он какой он был эффект первый второй третий а потом пошла какая-то чепуха я не хочу конечно у каждого да потому что после второй части дошили куда третье уже вышло когда тут случай был что парень какой-то там уходил когда софиса там поджог его что они не смогли даже в ремастер версии там до восстановить многие детали поминай это тоже ж не просто так потом третий видимо сделали по кальке ну как бы а четвертый вообще уже пошиб погнала там и вот это вот не балуйся мне тут ха 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 да к сожалению к сожалению серии бывают такие крутые серии и они не хотелось бы чтоб они умирали скажем так это да ну вот опять же у каждого я думал человека может быть свой любимый silent hill то я сказал что первые три типа божественные на самом деле после трех частей единственная что я повторил это мое опять же мнение это студия климат делала дарит же он его кстати он сюда раз закритиковали а я например играл в него еще на письме глаз и но он потом вышел и на playstation 2 потом позже появился так вот первый раз я его проходил на письме и у меня были положительные моды он мне реально напомнил старые вот старые сайлент хилы и я считаю не сделали правильно но люди как-то обидал понимаешь почему еще играете ну возможно как бы они что же там дураки эти разработчики которые сидят они проводят какие-то опросы что что конкретно хотят новое поколение то есть мы уже списанный товар за да конечно я а новое поколение а ну фан понимаешь вот пока как показала практика майнкрафт какими тиражами он раскупается игра не имеющая не смысла ничего то есть не сценария и то есть ты развлекаешь себя в ней сам строя там что-то хотя я например как бы себя не заставлял я в это играть не могу плюс работая в этой сфере вот сам до наблюдал много лет как люди что конкретно люди сами хотят ко мне приходят и говорят давайте мне на свое усмотрение я даю игру на свое усмотрение не приходит через день нарису там не дал под патронов постоянно не хватает и думать надо как замки мне надо нажал кнопку нажал кнопку и все чтобы было там ибо они вот это да вот а что кстати ты решил первое еще опять же вот эта фирма climax которая она допустим шаттеры по моему они вот и оригин сани разве делали запроса может быть просто вот это переосмысление сайлент хилла ну вот я играл в него ноги и было интересно за счет управления необычного ви но это был не сайлент хилл знаешь от сайлент хилла осталось только название и какая-то часть сюжета опять же и первые и там 10 минут что машина разрывается он теряет точку а потом когда ты проходишь это все ты понимаешь что ну это можно было назвать по-другому игру потому что от сайлент хилла там конечно остался только город но игралось неплохо вот а потом конечно последний вот этот даун пур потом была претензия они сделали как бы неплохо но они не доделали игру во первых вот я играл в нее на третьем playstation она там лагала она там тормозила это был каждый через каждые пять минут передвижения она перестала но она подписала на секунду то есть он бегал рывками на xbox 360 говорят не было вот не туда вот а на сонику на 3 в любых версиях американская 1 2 не важно даже там какой-то там 3 японский во всех версиях это было неважно с патчем без патча так нельзя делать но ты представь целым хилл всегда ассоциировался с консолью от sony только и сколько лет он да там первые там очень ассоциировался с playstation и выпустить игру которая на этой консоли тормозит не смогли оптимизировать хотя город там был достаточно приличных размеров и были красивые локации было интересно исследовать дома когда ты когда ты внутрь заходит там ну красиво все было сделано но блин ну вот эти тормоза и движение главного героя который двигался топорно реально топорно как можно было на тот на тот год мастерить такую фигурку такое такую анимацию персонажу на тот год делать уже было ну не надо было делать это делали просто перегородки ну что выглядело это все на фоне тех же на manchart это фану выглядело все дубовым такое движение оказалось ты не верил что этот персонаж живой но не могли добавить а motion capture я не знаю и она конечно конечно не зашла хотя предпосылки к тому что это будет крутая игра были 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 и кстати вот эта игра которая homecoming она была вроде как коротенькая но она была еще похожа на сайлент просто был уже сюжет такой я конечно делали которые не вдохновляли сами предыдущими играми не вникали то как построен мир вообще устроен то есть так видно делали как как попало свои взгляды жалко и даже вот этот последний который был там сайлент хиллс уже не сайлент хилл а сайлент хиллс который там тот же коджима да должны были кто там гильерма дель тора возможно был бы хороший ну тоже назвать игра видно было что оставалось в ней только мистика знаешь а все остальное было уже на новый лад возможно проекта получился хорошим потому что первый этот дизер он был реально крутым это демка вот но все таки не совсем это был ужасов это как с резаком да как резиденту 7 тоже изменили его ну игра вышла неплохая ну не то что хотелось бы ну прикинь история резидента с какого года он там выходит уже 20 20 лет до 90 первых резидента вышел давненько 90 надо давайте чтобы быть уже абсолютно точными в девяносто шестом первые листья за ему 20 лет было в шестнадцатом году ну 20 лет мы любили немного другой резидент получается и когда на юбилей так сказать русском вышла немного новая новая как 4 свое время так и седьмой интересно что будет дальше вот какой-то резидент или 8 скорее всего уже будет в этом направлении я думаю что будут игры следующие от первого лица и не знаю радоваться этому просто и хочется классе а с другой стороны 7 был хорош я надеюсь как бы что для фанатов они все-таки сделают эти со временем все или мастерами первые как бы есть зеро есть 4 выпустили хотя бы в 1080 до сделают еще второй и третий и в принципе хотя бы так старая монаха будет нет ну да хотелось бы до 2 хотя бы но что-то за него замолчали вот это немного немного огорчает но я думаю что в ближайшее время наверно какая-то информация появится друзья ну что на этом мы закончим данное видео огромное спасибо всем кто составил нам компанию на twitch огромное спасибо всем кто будет смотреть это видео на youtube для вас играли сергей и абрель бельмонт да и комментировал броски друзьям еще раз спасибо всем пока продолжим самое ближайшее время пока